Вы слушаете Радио Болткома. Телефон для благотворительных звонков 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Добрый день всем, кто нас слушает. В эфире программа «Зелёная лампа», потому что сегодня вторник, традиционный день добрых дел на Радио Болтком. А программа «Зелёная лампа», как вы знаете, о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Веду её сегодня я, Рита Трошкина, и у нас гостья, известный журналист и рижский литератор, писатель Виктория Лякишева. Добрый день, Вика. Здравствуйте. Очень рада вас видеть, Рита, и всех. Здравствуйте, радиослушатели. Сегодня наша программа «Зелёная лампа» включается в помощь совсем маленькой девочке Веронике. Она рижанка, ей два годика только в июле исполнилось. И очень нужна помощь прямо сейчас срочно, потому что примерно год назад девочка заболела, и ей поставили совсем недавно диагноз «детский аутизм». Такая ситуация, что в её возрасте очень быстро нужна помощь, в её возрасте есть реальный шанс вытащить её из этого заболевания, и это можно сделать с помощью реабилитации и АБА-терапии, АБА-терапии, если правильно говорить. Поэтому наш телефон всю неделю работает для этой малышки. Чуть подробнее я расскажу позже историю Вероники и её мамы Кати. А телефон, напоминаю, 93006384 евро 42 цента за звоночек. И спасибо всем за каждый звонок, потому что каждый звонок реально важен. Напоминаю, что наша гостья Виктория Лякишева, и мы будем сегодня говорить о книгах, о жизни, о женских судьбах, об историях, о любви, обязательно о любви, потому что она автор книги «24 кадра про любовь». Вот эта книга у нас на столе лежит. Вик, покажи, пожалуйста. Да, и вторую книгу она буквально только что выпустила в электронном виде, она называется «Ты». Вот об этом чуть позже, а первый вопрос у меня такой будет. Сегодня последний день лета. Да. Как-то особенно его встречать нужно, или что грустно, радостно? Как ты сегодня этот день начала? Ну, во-первых, чудесная погода. Спасибо большое природе и каким-то высшим силам, которые я всегда со смехом называю феями. У нас там в семье феи правят миром. Вот, и большое спасибо за такую погоду, потому что я сейчас бежала к вам навстречу по центру, и совершенно потрясающее ощущение какого-то неуходящего лета, не чувствуется осень, и все люди улыбаются, все такие веселые, и очень много людей в городе, что приятно. Ну, а конец лета у меня как-то до сих пор ассоциируется с началом учебного года, который, в общем-то, тоже для многих такой очень-очень важный день, 1 сентября, и плюс у меня в начале осени день рождения. Поэтому у меня как-то это лето, оно сразу переходило в приятные другие события, в праздник, да. Вот, и поэтому нет никакой грусти по этому поводу, тем более, что так красиво на улице и солнце. Я, кстати, сегодня прочитала, вот открыла утром Фейсбук и читаю на страничке у моих коллег из школьного чата. Ребенок должен сформулировать, пожалуйста, вместе с ребенком его жизненное кредо, и желательно до пятницы. Такая немела, думаю, возвращаться в школу, что ли, надо, да потому что как бы оно еще и не сформировано, а вот детям такое задание дают. Ну, сейчас вообще у меня, моя дочь уже совсем взрослый человек, выросла, для меня школа осталась позади, но у моей родной сестры три сына, и, в общем, я вижу, как это все происходит, с какими взлетами, эмоциональными взлетами и падениями. Поэтому, конечно, я желаю всем тем, у кого завтра такой важный день, чтобы учебный год начался отлично, прекрасно, и чтобы не было никаких неприятных сюрпризов, не будем называть даже каких, чтобы все учились и получали от этого удовольствие. Вот, замечательное пожелание. У героини нашей программы сегодняшней, у мамы, которую зовут Катя, она молодая совсем женщина, у нее две дочки. Про маленькую мы уже начали говорить Веронику, которой два годика и которой, собственно, нужна помощь. У нее еще старшая есть девочка Арина, 9 лет, вот она тоже пойдет в школу. И они нас сейчас слушают наверняка, и мы вот тоже вот это пожелание им направляем. Очень хорошая девочка, мы были у нее в гостях, и очень любит свою младшую сестричку. В общем-то, у всей семьи сейчас главная цель и главное желание вытащить эту малышку, потому что там сложилось так, что она заболела довольно неожиданно, то есть родилась совершенно нормальная, веселая, жизнерадостная девочка, все время улыбалась, как ангелочек, мама говорит. Очень хорошенькая у нас фотография на страничке Mix News LV, статья размещена, и там фотографии Вероники и, собственно, всей семьи. Можете посмотреть. И после заболевания у нее поднялась высокая температура, попала в больницу с воспалением почек, потом второй раз попала, и вот когда они вернулись из больницы, мама с ужасом заметила, что девочка перестала улыбаться, совсем перестала улыбаться, не смотрела в глаза, не откликалась на обращение к ней, перестала говорить, она уже слова говорила довольно-таки бегло, вдруг перестала вообще говорить и забивалась под стол, там сидела, то есть мама забила тревогу. Мама медсестра, хирургическая медсестра в травматологии, и она работала, у нее есть опыт работы с детишками с особенностями в развитии, она забила тревогу. Но вот если вы прочитаете эту статью, мы, конечно, были в шоке, потому что описание ее хождения и попытка установить, поставить диагноз девочке, это хождение по мукам. Ее футболили, ей не давали направления, ее отправляли куда-то, она каждого врача искала с огромными усилиями. Но в итоге все это я не буду подробно рассказывать, все это закончилось тем, что врачи нашлись, диагноз был поставлен, детский аутизм, буквально недавно. И она начала уже все делать, чтобы помочь своему ребенку. И, собственно говоря, нашла центр, где реабилитацию проводили, эрготерапию начали делать. И уже после одного курса, после месяца эрготерапии, девочка снова начала улыбаться. Вот мы с этого и статью начинаем. Месяц назад она еще не улыбалась, сейчас она уже улыбается, и есть шансы в этом возрасте, есть шансы реально помочь. Стоимость ей программы на год – 3600 евро. И благотворительный телефон 93006384, евро 42 цента за звоночек, работает для Вероники. А счет помощи открыт в благотворительном фонде Be Open, с которым мы сотрудничаем. И этот счет можно посмотреть тоже в статье на Фейсбуке в рубрике «Зеленая лампа» и на сайте MixNews.lo.ru тоже там в рубрике «Зеленая лампа» есть статья про маленькую Веронику и все фотографии. Напоминаю, что у нас в гостях Вика Лякишева. Первая ее книга называется, она вышла в 2019 году, называется «24 кадра про любовь». Вот прежде чем я скажу о книге, я просто хочу, так как я здесь и я выслушала эту историю, я хочу сказать, что вообще моя вся жизнь, формат моей жизни – это история. Истории, конечно, самые разные. Вот эту историю, которую я слышу сейчас, я просто хочу обратиться ко всем своим друзьям, ко всем своим читателям и подписчикам. Очень хочу вам сказать, вот просто сейчас сделайте паузу и подумайте о том, что такая сумма, которая, это пол чашки кофе, может помочь маленькой девочке улыбаться вот каждый день и радоваться жизни каждый день. Вот просто возьмите, наберите этот номер телефона, я очень хочу вас об этом попросить. И у кого есть возможность поучаствовать более как-то весомо, пожалуйста, сделайте это, потому что от нас вообще ничего не требуется, а маленький человек будет жить и радоваться жизни. Вот. Это на самом деле про любовь. Это про любовь вообще к жизни. И то, что это история чья-то, вот вы знаете, очень часто чья-то история становится частью нашей жизни, потому что хорошие дела, они вот каким-то образом притягивают к себе хороших людей. Они просто обладают какой-то магнетической силой. И вот на самом деле, если сказать про мою книгу, которая возникла только потому, что в меня поверили люди, мои близкие, друзья. Я всегда очень думала, ну какая книга, где я найду средства. Но Рита знает, как это непросто издать книгу, когда у тебя, скажем, нет издателя. И именно то, что люди в меня поверили, и многие из них поучаствовали в создании этой книги, совершенно безвозмездно. То есть и верстали эту книгу для меня бесплатно, и какие-то другие вещи делали просто потому, что хотели мне помочь и поддержать меня вот в таком начинании. И я не перестаю их благодарить. И после того, как книга вышла, и столько притянулось благодаря ей ко мне хороших, настоящих, искренних, тёплых людей. Вот. Вот это такая история. Поэтому, возвращаясь к нашей истории, подарите кусочек своей любви Веронике, и я думаю, что к вам притянется тоже что-то очень хорошее. Вернётся обязательно. Мы никогда не знаем, с какой стороны даже это придёт. Иногда вот что-то делаешь, а оно совершенно… То есть связи такой прямой иногда и не бывает. Но я хочу дополнить рассказ Вики, что не просто так люди помогали. Во-первых, это друзья. Во-вторых, они тебя знали и любили, и любят. И в-третьих, у тебя есть блог, да, «В истории и прочая правда», где 2665 подписчиков, я посмотрела на минуточку, да. То есть вот они знали, что они хотят прочитать в печатном виде. Расскажи, пожалуйста, немножко. Ты уже рассказывала, конечно, про эту книгу. Но, во-первых, тебе помогала дочь твоя. Да. Книга, ну, я уже упомянула, что я очень люблю истории. Именно короткие истории, которые вот происходят вокруг нас. Я их называю очень поростной историей про нас, потому что очень часто, когда люди прочитывают мою историю, они всё равно говорят, откуда ты знала? У меня вот такое же было. Попала, да? Попала. Вот я прямо такое же чувствую. Да потому что я пишу о том, что происходит вокруг меня. У меня бывают элементы какого-то такие немножко мистические, но это, как правило, связано с таким элементом сказочности в истории. Но это бывает редко. Обычно я пишу вот о том, что происходит вокруг. И, собственно, эта книга состоит 24 кадра про любовь. Она состоит из 24 историй. И тогда моя дочь была главным моим вдохновителем и главным моим соавтором, потому что каждой истории предшествует фотоистория. Это фотография, сделанная Аней. Скажем, чем занимается дочь? Аня – фотограф и организатор интересных фотоэвентов, мероприятий. Но сейчас вот она, как я смеюсь, меня бросила, уехала жить в Лондон. Но мы, конечно, с ней на постоянной связи. И там она теперь в Лондоне пытается строить новую свою жизнь. И не пытается, а строит. И там уже будет развивать свои новые проекты. Но вот с этой книгой она мне помогла. Здесь 24 фотографии, которые не являются прямым какой-то иллюстрацией непосредственно истории, но каким-то образом перекликаются. И книга, когда люди её берут и говорят, что она очень приятная, она приятная на ощупь. Но мы хотели её такой сделать. А так как, знаете, сила желания. Когда хочешь, всё получается. И эта книга, она сделала меня смелее. Помогла мне поверить в себя. Потому что мы с Ритой сегодня говорили, «Творческие люди страдают синдромом самозванцев». Да, то есть им всё время кажется, что, боже мой, куда же я лезу? Есть великие писатели, художники, музыканты. И я тут со своим, в общем-то, каким-то маленьким проектиком. Вот надо верить в себя. Если кто-то нас слушает и сомневается в своих творческих силах, просто надо попробовать. Надо что-то сделать. А потом уже смотреть, как это. Вот я сделала, и считаю, что это вполне удачный проект. Книга продалась. У меня почти её не осталось. Её уже даже сомневаюсь, что можно купить в магазинах. Но есть приятная новость, что скоро будет вторая. Скоро будет вторая. Да. Про вторую давай сразу. А вторая, то есть, собственно, когда закончилась первая, у меня уже начал собираться материал на вторую книгу. Это точно такой же формат, истории и фотоистории. Вот, но… А вот начал собираться, извиняюсь, перебью. Это как? Был у меня вопрос такой, жизнь пишет книгу или книга пишет жизнь? Как бы ты сказала? Ну, вообще, истории ко мне приходят очень неожиданно. И я вспоминаю, вот у меня есть очень смешная история. И вообще, истории не смешные в основном. Они и такие, и трагические, и комические. Ну, как в жизни. Как в жизни. Всё рядом, всё очень круто замешано. Но есть одна смешная история, которая… Главный герой истории – кот Геннадий. Вот такой смешной кот, который влюбился в женщину. И вот история любви кота к женщине тоже звучит забавно, но я очень хорошо помню, как она возникла. Я бежала с работы на стоянку, чтобы поехать домой. И вдруг у меня просто всплывает в голове фраза «Кота звали Геннадий». Я думаю, боже мой, что это такое? И я начинаю бежать и думать о том, кота звали Геннадий, и что же с ним могло бы произойти? Я пришла домой и написала эту историю. Вот так она возникла. Но на самом деле, как любят говорить писатели и авторы, мы все подсматриваем, подслушиваем. И вот то, что мы видим и слышим вокруг, это является основой для будущих историй. А еще мне очень любят люди рассказывать истории свои и дают мне возможность, соглашаются, чтобы я использовала этот материал. Ну, с некоторыми, конечно, коррекциями, чтобы не так было узнаваемо. Они мне дают возможности, разрешение на основе вот так реальной жизненной истории делать уже историю книжную. Ну, это доверие, да, это доработка стоит. Да, я всегда спрашиваю, потому что очень много. Но я считаю, что я хороший слушатель, и люди любят мне рассказывать. Я с удовольствием слушаю. Это талант, кстати, выслушать. Потому что сейчас все, как говорят, все хотят рассказать о себе, а выслушать – это сложнее, да? Потому что надо же о себе, о себе. Ну, мне нравится слушать. Вика, а у тебя есть там любимая какая-то история? Некорректный вопрос? Да, я знаю. Да, у меня есть несколько любимых историй. Вот, и одна из этих историй… Я, кстати, проводила опрос уже после того, как люди прочли эту книгу, уже прошло какое-то время. Я на Фейсбуке, думаю, да, кажется, там, вот в своем блоге, проводила опрос, какая история вам понравилась больше всего. И эта история, она как раз называлась, вот прям была в топе. Называется «Панечкины сказки». Вот, она такое нежное название. История о девушке, которая рано потеряла семью и пыталась, вот на фоне вот этой всей драмы и трагедии, она пыталась выжить и найти свою любовь. И ей очень повезло, потому что она встретила человека, который помог ей поверить в себя. Этот человек был очень взрослым, дедом фактически, который помог ей почувствовать снова вкус жизни и понять, что никто ее не предал, а на самом деле она достойна и заслуживает любви. Конечно, это любовь в конце жизни, в конце, прошу прощения, в конце истории у нее появляется. Но почему сказки? Потому что эта девочка сочиняет, девушка все время сочиняет сказки о живых людях, которые окружают, наделяя их какими-то сказочными чертами. И вот это вот то, что там переплетается реальность с сказкой, я думаю, что взрослые люди все равно любят сказки. Как бы мы не говорили о том, что, ой, эти ваши сказки, нет, мы все равно верим в них и хотим, чтобы у каждого из нас в жизни обязательно хоть одна сказка случилась. Поэтому вот, наверное, это. Это был один из следующих моих вопросов, к нему еще вернусь. А сейчас просто хочу сказать, вот слушала то, что ты говоришь, опять у меня так немножко даже холодок. Как-то получается так, что очень часто, что наш гость рассказывает какие-то свои личные вещи, они перекликаются с сюжетом программы. Вот ты сейчас начала говорить про эту историю, а героиня нашей программы, опять же, Катя, ее зовут Катя, она очень красивая женщина, молодая совсем, да, нам очень понравилась с ней, интересная и умница. Она выросла в детском доме, в интернате, то есть она родителей своих не помнит, работать начала еще в школе, как она нам рассказала, да. И вот, в общем-то, добивалась всего сама. А потом она встретила свою любовь, вот они с Никитой поженились уже 12 лет вместе, и у них две дочки. И вот, видите, какая история, да. Вот как здорово, да. И это очень важно, что в такой ситуации мама не остается одна, потому что очень много историй, когда мужчина не выдерживает, бывает, да, бывает, женщина не выдерживает, то есть не у всех. А вот героини наших историй, они действительно героини, герои какие-то, да, потому что они берут и делают. Вот когда она узнала про диагноз ребенка, ну, шок, конечно, сначала был, все это принять надо как-то, это сложно принять, но она добивалась, хотела узнать, как и что, она добивалась своей цели, она добилась, что все-таки поставит этот диагноз сейчас, инвалидность будет у девочки. И вот, знаете, теперь она намерена, не опуская руки, лечить ребенка и вытаскивать его, и реально есть шансы это сделать, да, и вот такая история, то есть про них можно отдельно какую-то там написать, какой-то сюжет сложить. Да, это вот то, что я услышала, и тоже хочу привлечь внимание к тому, что очень часто мы, когда случаются, сваливаются какие-то неприятности или, не дай бог, беда, мы очень часто замыкаемся в этом горе в своем или в этой беде и боимся выйти к людям и просить помощи, потому что реально очень часто эта помощь вот находится на расстоянии вытянутой руки, то, что Катя борется за своего ребенка и идет везде, всюду и открывает все двери, это очень важно, важно не замыкаться в этом ощущении того, что вот все, жизнь закончилась и что теперь делать, нет выхода, выход есть. И на самом деле гораздо больше, очень много людей вокруг, которые готовы помочь, просто нужно, иногда нужно обратиться к ним. И знаете, у нее мечта, как она сказала, у меня мечта услышать, чтобы моя дочка снова сказала мне мама. То есть она говорила, а потом вот произошел такой регресс какой-то, да, и вот сейчас начинается этот процесс, его можно двинуть вперед. Ребята, все мы можем это сделать. Как ты правильно сказала, перед этим девочка вырастет, будет счастливым, красивым, здоровым человеком и будет всегда жить и знать, что в ее жизни было маленькое чудо, потому что ей помогли совершенно, мне тоже поражают, совершенно незнакомые люди. Понимаете, сейчас такая трудная ситуация, мы знаем, что и с деньгами плохо, и с работой у многих плохо, но вот звоночек вот этот, конечно, совсем небольшая сумма, но даже если там кто-то не может сделать этот звонок, пошлите просто добрые свои какие-то мысли и намерения. Это тоже работает. И мы сейчас вот о сказках начали говорить. Вика, а у тебя есть любимая сказка? Я понимаю, что ты веришь сама в сказки, да? Ну это такой, я бы сказала, я такой реалист. Ну конечно верю, конечно верю. Вот что касается любимой сказки, я прямо сейчас даже задумалась. С детства какая была? Вот почему-то меня, вот я вспоминаю свое детство, меня поражала, мне нравилась сказка «Принцесса на горошине», но из-за того, что я не могла своим маленьким детским умом понять, как она почувствовала эту горошину, меня очень беспокоил этот вопрос. Я просто приставала к маме, как можно было через это количество перин почувствовать вот эту горошину. Но самой любимой, я все-таки скажу, что самой любимой сказкой моей была сказка «Бременские музыканты» и заслушанная до абсолютных дыр пластинка виниловая, где вот эта сказка была музыкальная, помнишь, наверное, С потрясающими совершенно там Агамаев эту Арию пел, ну тогда я не знала кто, но и вот эти «Бременские музыканты», наверное, потому что там был вот этот, как сейчас говорят, командный дух, там была вот эта компания. Да, и там были вот эти друзья, то есть то, что мне нравилось, вот это ощущение того, что они все придут на помощь и все сделают как надо. Наверное, вот я до сих пор считаю, что друзья – это самая большая ценность вообще, одна из самых больших ценностей в нашей жизни. Так что вот такие сказки. Здорово, да. Вот я сейчас хочу фразу одну сказать, почти цитата из тебя. А, как прелесть. Бывают моменты, почти цитата, бывают моменты, когда все хрупко, неоднозначно, любая случайность может будущее счастье аннулировать или поддержать и сделать в итоге тем, что не заботится. Вот как эта фраза появилась? Можешь ее как-то проиллюстрировать? Ну, о хрупкости, да, вот всего того, что… То есть я не могу сказать, что я фаталист, да, но я знаю, как… что мы идем по жизни, и ничего нам не гарантировано. Ну, скажу сейчас такую… Особенно сейчас. Да, я сейчас скажу такую фразу, которую я люблю говорить своим друзьям, но она с долей иронии. Гарантия у нас только одна, что мы все когда-то умрем. Вот, ну, это надо понимать, я в таком ироничном контексте говорю. Вот, и то, что растиражирована эта идея о том, что надо жить здесь и сейчас, она, по сути, очень правильная, что мы забываем о том, что вот то, что есть у нас сейчас, это самое ценное. И завтра, буквально за углом, буквально на следующий день комбинация может измениться, но это не только о том, что может что-то случиться, это о том как раз, что может произойти то, о чем ты даже не подозревал. Может произойти чудо, может произойти встреча, может сбыться твоя совершенно какая-то сумасшедшая мечта. И у меня такое в жизни было. Вот, когда я вообще не представляла себе, что такое возможно, что такое вот так, например, я оказалась в Японии, о которой мечтала. Вот это просто стечение обстоятельств. И поэтому я думаю, что нужно очень внимательно, нужно не просмотреть. Нужно жить широко раскрытыми глазами и ловить вот эти моменты, того, что вот сейчас мы все здоровы, например, мы, да, а кто-то нет. Если мы можем помочь этому человеку сделать так, что за поворотом его ждет радость, давайте это сделаем. Ну вот, самое время напомнить наш телефон 9306384 евро 42 цента за звоночек. И вот эти маленькие совсем звоночки соединяются в большие суммы. Я сейчас озвучу просто итоги прошлой программы, потому что мы вот со слезами почти плакали, когда узнали. Мы помогали, мы с вами вместе на прошлой неделе помогали совсем маленькому мальчику, 11-месячному Илье Кабакову. Ему нужно было делать операцию, черепно-мозговую операцию в российской клинике, потому что переделывать, собственно говоря, то, что ему сделали в Латвии неправильно. И нужна была большая очень сумма, 11 тысяч собрать. Так вот, сделано было за неделю 4256 звонков. Вы представляете? Вот умножьте на евро 42, там какой-то маленький процент забирает Латвии телеком, ничего мы не можем сделать. Но все равно, да, это большая сумма, это больше 5 тысяч. И на счет поступил, всего на счет поступило для Ильи 35 тысяч 48 евро. Потрясающе. Я просто онемела, потому что, не знаю, и вот знаете, вот огромное спасибо просто каждому, и кто 1 евро перечислил, кто звоночек сделал, и кто там тысячу, и кто-то смог больше. И один, мы знаем, один бизнесмен, человек, который остался, пожелал остаться неизвестным, перечислил 10 тысяч. И просто вот на будущее, да, то есть у маленького эти деньги пойдут только Илье, с них не берутся никакие проценты, да, это абсолютно точно. И будет оплачена эта операция, и, вероятно, ему надо будет еще вторую делать операцию, просто мы про нее еще не говорили. И на реабилитацию останется. То есть мама, которая одна совершенно с ним живет, с этим малышом, она теперь может спать спокойно. Она позвонила нам в слезах просто, плакала, просила всех поблагодарить, и мы всех благодарим. Вот дай Бог вам всем здоровья. Да, нам всем, нам всем и этим деткам обязательно. Это очень здорово, потому что я считаю, что мы все это один какой-то организм, если так глобально смотреть. Если кому-то лучше, то в принципе все лучше. Кому-то плохо, то как-то атмосфера меняется, да. Вот о чем речь. Ну давайте от мистики, от всех отойдем, да. Просто вернемся к следующей книге, Вика. Расскажи, вот вторая книга в электронном виде вышла. Пока да, вот буквально через несколько дней я сделаю, так сказать, озвучу, где эту книгу можно увидеть и приобрести. Пока она будет в электронном виде, но я очень надеюсь и прям запускаю во Вселенную свою надежду и свое намерение, что к Новому году мне удастся найти возможности и ресурсы и средства для того, чтобы выпустить книгу также бумажную. Потому что я знаю, что многие мои читатели и вообще многие читатели, люди, которые любят читать и по-прежнему много читают, несмотря на эпоху интернета. Да, они все-таки любят бумажную книгу, они рассказывают, как им приятно вот листать страницы, пошелестеть этот запах и все. Да, я тоже люблю, но вот сейчас пока такое время. Но, тем не менее, у меня есть надежда, что к Новому году получится. Ну а пока выйдет электронная книга, это тоже на сей раз 22 истории. Книга называется «Ты». Вот такое простое лаконичное название, которое, тем не менее, вбирает в себя очень много такого смысла и целой философии. Мне помог с этим названием один мой хороший друг, признаюсь, потому что я, если для первой книги название у меня вот просто было сразу готово, то для второй я очень долго мучилась и выбирала. И вот пришло такое короткое, емкое «ты», и я поняла, что это вот прям то, что надо. Отличное название. То, что надо. Отличное название. И там тоже будут фотографии на сей раз. Вот интересно, расскажи, пожалуйста. Да, на сей раз. Я пошла другим путем. И так как Аня мой главный соавтор и фотограф сейчас в Лондоне, и не так просто нам, я предложила поучаствовать своим всем друзьям в подборке этих фотоисторий. Поэтому у меня будет порядка, наверное, 10 или 12 соавторов-фотографов. Я обязательно их всех озвучу, и уже сейчас их всех благодарю за то, что они позволили использовать свои фотографии в книге. И они тоже такие… Ну, я, конечно, их выбираю под себя. Тут уж я главная. Но, как я знаю, вот и в предыдущей книге фотографии очень нравились, потому что они во многом непостановочные, или если они постановочные, то очень сюжетные, очень атмосферные, с каким-то стилем, с эмоцией. То есть, ну, это не просто там фотография, условно, в ателье портрет, да. Вот, поэтому их тоже будет интересно посмотреть. Они, я уверена, дополнят мои вот другие истории. Ну, вот очень хорошо. Давайте все вместе сейчас загадаем. Да, буду. У меня ко всем вам тоже просьба. Вот у нас зеленая лампа на столе стоит, да. Она такая вот помогающая лампа. Помогающая. Просто так-то запускаем во вселенную. Пусть все получится. Вот это желание. Пусть получится. Пусть выйдет еще одна красивая и важная для людей. Ну, я, ты знаешь, я очень рада тому, что я получаю очень много отзывов и откликов еще даже, ну, собственно, на первую книгу. И то, что меня вот греет душу, ну, как ты знаешь, ты же тоже автор, как любому автору, это то, что когда люди говорят, ну, это прям так было хорошо, так вот приятно. И это самое главное, потому что я не претендую, ну, на какую-то там интеллектуальное, возможно, чтение, хотя меня бьют все по рукам и говорят, нельзя так говорить, там все очень интересно. Но у меня такой особый, наверное, стиль, который людям нравится, и они очень… И там и посмеяться, и поплакать, но хочу заметить, что может показаться, что это очень, так знаешь, как иногда говорят, женская литература, эти ваши женские истории про любовь. У меня есть очень преданные читатели-мужчины, причем мужчины-мужчины, им очень нравится. Так что я предлагаю мужчинам мне попробовать открыть книгу и почитать. Обязательно, да, и мы сообщим вам, когда все это можно будет в руках подержать. Да. Вик, вот ты недавно проводила такой своего рода опрос на страничке, когда вы последний раз признавались кому-то в любви. Вот какие результаты, это вопрос. И второй сразу вопрос, когда ты сама последний раз признавалась? Я последний раз признавалась в любви вчера своей дочери, мы с ней болтали по телефону, своей подружке. Я для меня, знаешь, я вот думаю иногда, люди очень, возможно, слишком переоценивают значение признания в любви, потому что на самом деле это, это ты просто делишься тем своим чувством по отношению к этому человеку. Он тебе близок, дорог, интересен. И ты искренне говоришь, что ты его любишь. Нельзя скрывать. Нет. А зачем? Это тем надо делиться, это же такое… Ну какой нормальный человек, если ты ему признаешься в любви, испугается и скажет, да ты что, о чем ты таком говоришь? Вот. И поэтому, когда я провела этот опрос, мне было интересно, кому или чему. Ну в основном, конечно, ответы были, что это близкие, партнеры по жизни, мужья, жены, дети. Многие признавались в любви своим домашним любимцам, естественно, животным. А кто-то признавался… А, было много ответов, признавался в любви к себе. Кстати, это хорошая история, потому что очень часто мы… Ну если пофилософствовать и немножко окунуться в психологию, очень часто мы забываем, что на самом деле себя тоже нужно любить, и мы у себя важный и главный человек в своей жизни. Как-то нас не всех учили этому, говорили, что нет, надо себя, надо… Нет, да. Критично к себе. Потому что если ты любишь себя, то ты понимаешь ценность свою, ты учишься себя оценивать. Ну, конечно, там может быть недооценка и переоценка, но это уже другие истории, более такие серьёзные. Но любить себя тоже надо. И когда я прочла, что люди говорят, а я призналась или призналась в любви к себе, думаю, классно, молодцы. Это тоже очень важно. И хороший был отклик. Я вообще люблю такие вопросы задавать и проводить такие маленькие опросы именно в Фейсбуке, именно потому что они вдохновляют. Я это делаю иногда исключительно для себя. Толчу. Да, потому что для меня, как для автора, как для человека пишущего, это какое-то вот вдохновение для чего-то, для написания, например, новой истории. Вот я хотела тебе вот такой вопрос задать. Мы делаем очень много ошибок в жизни. Наверное, у тебя про эту историю тоже, да? Конечно. И неверные ходы какие-то, какие-то неправильные решения, которые нас справят с одного пути на другой, переводят. Как ты считаешь, это плохо или это опыт? Я сразу говорю, что это опыт. И, конечно, я наделала в жизни каких-то ошибок, но как без этого? И жизнь моя там дала крен или там развернулась, повернулась, и я выбрала другой путь. Но знаешь, что вот с годами, с опытом я понимаю одно, что не имеет смысла, вот никакого смысла практического смысла жалеть о том, что было, и волноваться о том, что будет. Потому что то, что было, мы уже никак изменить не можем, а то, что будет, мы не можем никак контролировать, по большому счёту. И поэтому вот когда люди, ну, это все психологи говорят, я тут имею такое опосредованное отношение, но тем не менее, меня окружает очень много психотерапевтов, включая мою любимую родную сестру. У нас с ней даже был, не знаю, видел это или нет, но это Инстаграм. У нас с ней был такой хороший, и мы его продолжим, проект «Любовь, похожая на всё» называется. И мы там как раз брали какую-то тему. Я со своей стороны рассказывала истории, а моя сестра Яна, она как психотерапевт… Я не знала, что у нас моя сестра. Да, и Яна давала какие-то более экспертные оценки каким-то вещам. И вот всегда приходили к ней, с ней к одному выводу. Никакого. Все наши проблемы и наши, ну, скажем, апатии, депрессии – это от того, что мы или мучаемся от того, что мы там оставили, или переживаем за то, что там впереди. А смысла в этом нет. Вот момент, прямо сейчас, прекрасная погода, я здесь нахожусь. У нас есть возможность помочь ребёнку. Давайте вот использовать это. А что будет завтра? Ну, будет. Тогда и посмотрим. Поэтому, конечно, это опыт. А опыт – это ценная вещь. Надо попытаться, хотя это не всегда получается, не наступать на те же грабли. Но, как говорится, у меня было в одной истории, что друг говорит, ты, говорит, эти грабли закупила оптом. Что происходит, почему ты всё время на них наступаешь. Но такое тоже бывает. Нравится. Нравится. Хорошо, желаем всем хорошего. Опыт, кстати, и положительный бывает. Ну, конечно. Тоже можно повторять. Конечно, обязательно. Ну, иногда сразу и не оценишь. Что-то сделал вроде не так, вроде плохо, а потом это всё поворачивается, и ты вдруг через какое-то время понимаешь, что если бы не это, то не было бы этого, этого и этого в твоей жизни. Ну, так это всё тянется. Всё надо принимать. Конечно, всё тянется. Ну, я ещё раз хочу напомнить наш телефон и тему, которой посвящена сегодня «Зелёная лампа». Она включается для двухлетней. Маленькая девочка, очень хорошенькая. Она такая принцесса маленькая. Огромные глаза синие, два хвостика. Уже смотрит в глаза, она уже начала опять снова улыбаться. И вот мама Катя, которая, не знаю, на неё смотришь и просто по-хорошему радуешься. И вот вроде тяжёлая ситуация, вроде вот ребёнок болеет, да, и всё. Но счастливый человек на самом деле, счастливый человек, цельный, счастливый человек. У неё, кстати, лежат книжки по психологии детской. Свободного времени у неё нет, потому что она вся в детях. Папа работает дальнобойщиком, он уезжает всё время, чтобы заработать какие-то денежки. Она, естественно, дома сейчас сидит и должна осенью уже выходить на работу в травматологию свою. Но она не может ей детей не с кем оставить. Она сказала нам, вы знаете, я, наверное, буду ночные смены брать, если мне пойдут навстречу. Ночные смены и выходные. Ну так. Улыбается при этом, да. И какие-то вяжет носочки для маленьких, совсем крошечные вещи для маленьких недоношенных деток. И роддом передавала она их. То есть человек, который живёт, ну, я скажу, полноценной такой нормальной жизнью, наполненной любовью. Вот там абсолютно в этой семье есть любовь. Это видно сразу. Ну, это самое главное. Поэтому я думаю, что всё у них будет хорошо. Обязательно всё будет хорошо. Если есть любовь, то тут вообще вопрос. Всё вокруг любви. Всё вокруг, конечно. Или отсутствие любви. То есть тут как бы тоже история о том, что иногда мы просто перестаём пускать любовь в свою жизнь. Вот каким-то образом мы замыкаемся, может быть, ожесточаемся. Ну, бывают разные истории. И я тоже такие истории знаю, когда прекрасный человек, который, ну, пережил какую-то драму в своей жизни, вот замкнулся, ожесточился, перестал позволять себя любить, заботиться о себе. И вот в такие моменты тоже, ну, как психотерапевты говорят, без запроса соваться не надо, что человек сам должен захотеть. Но иногда я всё-таки, моё мнение, не мнение профессионала отрасли, а человеческое мнение, я всё время говорю, обращайте внимание на своих близких. Если им плохо, иногда надо и без запроса попробовать понять, что происходит с человеком, протянуть ему руку, подставить плечо, просто сказать доброе слово. И тогда можно его уберечь от каких-то неправильных поступков и решений. Поэтому нелюбовь очень легко заменить любовью. Нет в твоей жизни любви, стань сам любовью. Да, конечно. Вика, вот у тебя взрослая дочь, и у вас очень чудесные отношения с ней, и дружеские, и, наверное, я не знаю, материнско-дочерние, как правильно сказать, и в то же время ещё и вы друзья. Как у тебя это получилось? Какие-то есть у тебя секреты личные? Это, в общем-то, довольно редко встречается. Да, ну, это не секрет, это была моя позиция, которую я Аня озвучила вообще в очень таком, прям ей было, наверное, чуть больше 10 лет, мы стали с ней говорить на серьёзные темы. И я вот ей сказала тогда, что самое главное, я считаю, между людьми, которые любят друг друга, это доверие. Если доверять друг другу, ничего не скрывать, не пытаться придумывать какую-то ерунду, врать, просто доверять друг другу, то очень многое получится и сложится. И вот на этом доверии мы с ней, в общем, всю жизнь и живём. На любви и доверии, поэтому я ей всегда доверяла, и у нас реально не было никаких серьёзных подростковых вот этих вот страшных историй, да, когда подростки начинают пытаться узнавать жизнь так, чтобы не знали об этом родители. Ну и мы, да, мы подружились. То есть это, конечно, такая история, когда психотерапевтам она не нравится, они считают, что родители с детьми должны быть родителями с детьми, а друзья должны быть друзьями. Тем не менее, я говорю и продолжаю говорить, что Аня одна моя лучшая подруга. Ну тут только тот момент был, что я довольно тяжело переживала её отъезд в Лондон. Ну теперь, конечно, время прошло, время лечит, тем более, что Лондон не так далеко, и, слава богу, летают самолёты, и сейчас можно встречаться. Вот, но, так что да, если говорить о секрете, хотя это не секрет, это доверие. Я думаю, что это вообще универсальная вещь в любой паре, в любой паре друзей, партнёров по жизни, супругов, родителей, детей. Если бы люди доверяли друг другу и приходили, говорили с друг другом, обсуждали, приходили друг к другу за помощью, за поддержкой, очень многих проблем просто бы не было. Вот и всё. Скажи, пожалуйста, какие-то вот очень любимые вопросы, уроки пандемического периода, что-то изменило, что, конечно, изменило, да, но что тебе это изменило для тебя? Ну, изменило то, что, так как помимо того, что я пишу книги, это скорее такое моё увлечение, моя страсть, и это не бизнес для меня. У меня есть собственный бизнес, я продолжаю работать над какими-то проектами, потому что другая моя часть жизни, она прошла в сфере финансов, инвестиций, такое очень всё, технологии. Вот, поэтому, что сделала пандемия? Она нас посадила дома и показала нам, что можно работать вполне себе эффективно онлайн. То есть жизнь не закончилась, все работы и проекты могут двигаться, мы все засели в зумах, кто по бизнесу знает, но это палка о двух концах, что называется, потому что я, допустим, с одной стороны, не лишилась работы, я могу приносить пользу, зарабатывать и так далее, но с другой стороны, я очень общительный человек. И то, что мы ушли все очень в такой жёсткий онлайн, как я говорю, лишило возможности вот этого живого общения. И поэтому я очень надеюсь, что скоро эта вся история не совсем понятная мне закончится, и мы вернёмся как-то к более… ну, уже вернулись на самом деле. Но всё равно продолжаются какие-то… многие фирмы, компании работают частично онлайн, в онлайне закрывают офисы, вот это вот как-то… Но, с другой стороны, пандемия нам доказала, что мы очень хорошо умеем выживать. Как бы… На прочность проверка. Да, проверила нас на прочность, и человек живуч, он способен, в общем-то, приспособиться к любым обстоятельствам, как бы это ни звучало. У всем известной Скарлетта Харро была любимая фраза, да? Да. То есть, я подумаю об этом завтра. У тебя есть какой-то кредо? Мы начали с кредо для школьников, и опять к этому вернулись. Ну, я когда-то очень любила фразу, сейчас я уже к ней отношусь немножко иначе, но я всегда говорила, это не моя фраза, это якобы японская пословица. Ожидание весны лучше самой весны. Она в том смысле очень хорошая, что, ну, вы понимаете, да, то, что когда ты получаешь результат, как будто дальше не к чему стремиться. Вот, поэтому в этой фразе, что для меня важно, что, ну, я такой достаточно целеустремленный человек, что мне важно иметь впереди, что мне нужно чем-то гореть, и что-то меня должно вдохновлять. Вот моменты, вот это, кстати, во время пандемии были у всех, наверное, когда ты вдруг понимаешь, что самолеты не летают, люди по улицам не ходят, вообще куда мы, что дальше делать, вот эти все, начинаешь смотреть фильмы про апокалипсис и так далее, да, то есть себя просто погружаешь. Поэтому для меня вот важно это ожидание весны. И я думаю, что каждый человек в силах найти что-то для себя, что будет его вот помогать ему жить и ждать, ждать, ждать чего-то хорошего, но достигать результата, вставить новые перед собой цели. А если пока не нашёл, вот радуйся тому, что я сейчас. Всегда же есть чему радоваться. Конечно, конечно. Можно зациклиться на плохом, можно зациклиться на хорошем. Да, абсолютно, на мелочем. Ну и вот то, что для меня любовь повсюду, то есть я такая про любовь, как у меня есть фраза «люблю любить», но это фраза именно о том, что мне нравится, я люблю жизнь, и я вижу, в принципе, это в каких-то мелочах. Это вот не это гигантское чувство, которое воспевалось там в литературе, в искусстве, это да, тоже. Но для меня любовь – это вот как счастье в мелочах, так и любовь для меня в мелочах. Наверное, вот такое кредо может быть. Ну, это отличная кредо. Любовь – очень такое объёмное чувство, вмещает очень много. Человек широк, как известно. Человек вообще велик, мы просто не знаем все, нет ещё возможности вытащить из себя все эти ресурсы. Как говорят учёные даже, что мы там задействуем свой мозг на какое-то считанное количество процентов, что мы и летать мы наверняка умеем, просто не знаем как. Может быть, доживём до этого времени. Вот твоя книга «24 кадра», то есть она кинематографичная, да? Да, это моя, на самом деле, это моя страсть. Может быть, вообще на жизнь смотришь, на кино? Я вообще обожаю кино, я страстный киноман, я с детства его любила. У меня в нашем советском детстве был журнал «Советский экран», я бесконечно вырезала всех актёров там и прочие красивые фотографии были, я обклеивала им дверь своей комнаты этими фотографиями. В кино вот почему я влюбилась очень рано, и уже в университете, когда появилась возможность смотреть видики, и появился у нас западный кинематограф, это, конечно, было великое счастье. Да, мне говорят, когда люди, что твои истории как маленькое кино, я прям, у меня внутри всё, я в восторге. Да, и, конечно, есть у меня тоже ещё одна, могу озвучить мечту, я бы очень хотела написать сценарий, по которому бы сняли фильм или сериал, и есть у меня несколько человек, которые со мной в одной команде, и мы всё время, ну, пока мечтаем, примиряемся к этому, но я думаю, что, может быть, однажды это получится, хоть короткометражный фильм, но мы его сделаем. Пусть получится. Пусть. Пусть получится, да. Вот у нас программа к концу подошла. Да, как жалко. Совершенно неожиданно. Неожиданно. Буквально осталась одна минута. Хочу напомнить, что мы сегодня говорили с Викой Лякишевой о любви, о жизни, обо всём. И включалась зелёная лампа для маленькой девочки, совсем двухлетней Вероники. Очень хочется ей помочь. Счёт помощи в статье на сайте Микс Ньюс ЛВ вы можете найти, если кто-то может помочь. И телефон помощи 9306384. Евро 42 цента за звоночек. Все маленькие звоночки, они обязательно собираются в большую сумму, которая реально меняет жизнь. У каждого из нас есть возможность поучаствовать в жизни этого маленького, совсем ещё человека. Спасибо вам большое. Спасибо, Вика. Было очень интересно. И могли бы ещё, наверное, часа два проговорить. Да, спасибо всем большое. Я была очень рада побывать в гостях у вас. И очень надеюсь, что Веронике помогут. До свидания, до встречи через неделю. До свидания. Радио Болткома.